Привет всем! Сегодня мы продолжаем серию распаковок и обзоров всего, что за последнее время мне прилетело из Китая. Отбираю товары небольшими порциями, чтобы смотреть было интересно и на одном дыхании, а не утомлять вас получасовыми марафонами. Что ж, поехали! Начинаем! В этой нарядной коробке находится автомобильный очиститель воздуха. Он улавливает различные частицы, аллергены и пыль. Работая в автоматическом режиме, способен очищать воздух от просачивающихся выхлопных газов и паров бензина, самостоятельно подбирая режим и регулируя свою производительность. Но об этом позже. Наоткрываем коробку. Сверху лежит инструкция на английском языке. В общем-то информации полезной мало. Мощность 3 ватта, уровень шума 52 дБ. По большому счету это вода. Также сам прибор. Упакован он отлично. Внутри коробки параллоновые секции и кабель питания. Сразу же отмечаю факт. Отсутствует переходник для прикуривателя. Только USB. Как-то непродуманно. То есть придется искать еще переходник или автомобильную зарядку. Очиститель с сенсорным управлением. У него привлекательный вид. Очевидно сделан для установки в штатный подстаканник. Основа прорезинена. Имеет утяжеление. На корпусе размещается гнездо для питания и датчик. Можно разобрать прибор. В таком случае получаем 3 составные части. На основании барабанный фильтр и верхнюю часть корпуса с вентилятором. Собираю все обратно и теперь подключаю к пауэрбанку. Включается прибор в первом режиме, чему соответствует синий цвет индикатора. И наименьшее количество оборотов вентилятора. Всего этих режимов 3. Средний это желтый светодиод и красный. Для самого грязного воздуха с наибольшими оборотами. Предлагаю оценить уровень шума в различных режимах. А вот чтобы протестировать автоматическую работу, не придумал ничего лучше, чем разместить очиститель прямо у выхлопной трубы авто. Что ж, прибор наконец самостоятельно переключил режим, соответствующий самой большой производительности. Еще бы, когда это произошло, дышать и просто находиться рядом уже было невозможно. Выключил двигатель, сей прибор еще немного поработал и переключился в средний режим. После чего перешел и в легкий, с синим индикатором. Быстро его разобрал. Фильтр с внутренней стороны, естественно, был с едким запахом. А вот снаружи все тип-топ. Какой итог можно подвести? Устройство справляется с очисткой небольшого помещения. Как раз объемом салона авто. Другое дело, что автоматический режим включается при концентрации газов, когда уже невозможно дышать. Хотя внутри салона, без ветра, как снаружи, возможно датчик бы среагировал быстрее. Но всегда режим можно переключить вручную. Для аллергиков и владельцев старых авто, думаю, штука пригодится. А сейчас давайте глянем на дешевый туристический рюкзак-трансформер. Это те, которые складываются в собственные кармашки, к примеру, такой. Разбирается он за несколько секунд. Рюкзак объемом 15-20 литров. Сделан он из очень легкого и тонкого нейлона. Внутри имеется один большой отдел, плюс кармашек, неприятно шуршащий, будто бумажный. По бокам два отдела сетки, для всякой небольшой и легкой поклажи. На удивление, молнии неплохие, с металлическими бегунками, а не дешманскими пластиковыми. Просмотрел внимательно, торчащих ниток или некачественной прошивки не нашел. Пока вещица радует. Даже лямки легко фиксировать и подбирать длину, когда уже надел рюкзак. Что касается его использования, то для меня это хороший вариант для покатушек на пляж. Сравнивая материал брендового китайца и такого ноунейма, понимаешь, почему так отличается их стоимость. Этот рюкзак исключительно для вещей нетяжелых. Полотенца, футболки, бутерброды и так далее. Сбоку ставлю бутылку воды на пол литра. Для таких целей это вполне годный вариант за смешные деньги. Сидит хорошо, практически невесомый. Ну а собрать его так же не сложно, достаточно один раз это сделать, дальше будет проще. В сравнении с брендовой вещью, у этого карман чуть больше и не такой что ли красивый. Переходим к продукции Blitzwolf, а именно наушникам для спорта BTS 3. Идут в узнаваемой коробке, с обратной стороны которой находятся основные характеристики. Время прослушивания до 8 часов, зарядки до 2. Литий-ионный аккумулятор на 110 мАч. Внутри, как всегда, макулатура и жесткий кейс. Добираемся до его внутренностей, а там сами наушники, кабель для зарядки и запасные амбушюры со стяжкой. Чехол отдельно отмечу, отличный вариант для защиты, жесткие стенки, карман на сетке для дополнительных аксессуаров. И вот наши уши, точнее китайские спортивные. Все уже видели и наверняка многие пробовали такие гибкие крючки. Кому как, для меня вся эта конструкция на ушах выглядит немного громоздко. Хотя уши сидят неплохо и смотрятся достойно. На правом расположены кнопки управления и микрофон. А также гнездо для зарядки, спрятанное под резиновой заглушкой. Кстати, у наушников есть защита от воды, причем от хорошего проливного дождя. Проверено лично. Bluetooth версия 4.1. Подключение происходит без проблем и обрыва связи не наблюдал. Правда, они больше чем на пару метров от источника не отдалялись. По звуку, это блицы. Можно больше ничего и не добавлять. Выделены низкие частоты плюс большой запас громкости. Кто любит drum and bass на пробежке, тому уши подойдут. При занятиях активными видами спорта, наушники держатся неплохо и не спадают. Но повторюсь, такими крючками это не мое. Может кто поделится своим опытом использования подобной конструкции. Заказал наручные часы. Их стоимость не то, чтобы большая, но и слишком дешевыми не назовешь. Приехали в красивой фирменной коробке. Нигде не смято, все целое, в самый раз, как раз ведь на подарок. Внутри вроде бы неплохо, есть уплотнитель, но вот с оформлением не доработали. У китайцев часто так, вроде четко, но сделать вообще четенько, видимо не хватает терпения. В комплекте также бейджик с логотипом и карта гарантийка, правда не заполненная. Ладно, теперь по поводу часов. Женский вариант фирмы NaviForce, вроде бы так правильно. Честно сказать, в реале они выглядят еще лучше, чем на картинке. Такое не часто бывает. Очень симпатичные. Диаметр циферблата 30 мм, в то время как у большинства современных 38-40. Смотрятся аккуратно, впрочем не на моей волосатой руке. Интересно крепление ремешка своей формой. Кроме этого, фиксация происходит двумя болтами, с каждой стороны. Поменять браслет будет значительно проще, нежели стандартный формат. Часы владелице понравились. Спустя месяц покрытие на металле не слезло. Выглядит как новое. Мужики, обратите внимание на ней в качестве презента. Советую Клоки. А здесь находится инструмент, который многим знаком по фильмам пиратов и острова сокровищ. Лупа. Брал его, конечно, не для того, чтобы рассматривать старые карты, нарисованные одноруким Джо. Величительное стекло пригодится людям старшего поколения, которые зачастую даже в очках не могут рассмотреть маленький шрифт на упаковках различных товаров. Комплект поставки не отличается особым изяществом. Имеем лупу, пакет с пупырышками, а также инструкцию. Инструмент оснащен двумя линзами диаметром 70 и 20 миллиметров и тремя светодиодами. Питание целых 3 мизинца. Офигеть, чтобы запитать 3 светодиода, нужны 3 батарейки фармфактора 3А. Ну да ладно. Лупа увесистая благодаря большой линзе. Сквозь нее видно очень круто, изображение чистое и четкое. Только по самым краям видны небольшие искажения. Рассмотреть же хоть что-то сквозь маленькую линзу с сумасшедшим увлечением можно. Но тут нужно постараться. Не уверен, полезна ли она. Что касается светодиодов, то они яркие и в сумраке действительно ощутимо помогают. В общем, штука пригодится и не только слабовидящим. Вот он, вот он инструмент, которым бредят многие садоводы и дачники. Таппинер. По-нашему это подвязочник или степлер. В комплекте к нему пришла куча ленты, скрепок, которые не поместились в свою коробку, а также запасные нож, пружина и фиксирующий болт. Коробку вы сейчас видите в отличном состоянии. Это моя работа со скотчем. Первоначально из нее все сыпалось. Ну да может это растрясло в дороге, кто знает. Положил продавец и подобие спецификации, узлов из которых состоит инструмент. Выглядит причудо устрашающе для растений. Но конструкционно все просто. Лента садится в желоб, после чего пропускается по коридору до режущей части. Она защищена пластиковой крышкой. Остается загрузить блок скрепок и зажать их фиксатором. В принципе подвязыватель готов. Но перед этим разберемся, как с ним нужно работать. При подвязке у ручки есть два рабочих положения. Все четко ощущается тактильно. Первое, практически без усилия и зажима. Лента захватывается крюком, после чего разжав ручки, выматываем ее с катушки. Второе положение, это уже собственно сшивание и работа ножом. Зажимать ручки нужно уже сильнее, не боясь. Еще отмечу фишку, работает таппенер с подвязкой внутрь инструмента. Сейчас это видно. То есть когда лента идет наружу, ничего не получится. Ну а теперь попробую подвязать виноград и посмотрим, что из этого выйдет. Субтитры сделал DimaTorzok. Фух, вся работа прошла за пару минут, в то время как вручную подвязка занимала пару часов и кучу нервов. Видна красная лента. Для тех, кто привык к традиционному синему цвету, в комплекте китайцы это предусмотрели. Мне подвязыватель очень понравился. Работать с ним легко и быстро. Да, не ко всему подлезешь, но такое как виноград, томаты, кусты малины в самый раз. Поэтому для тех, кто сомневался стоит ли игра свеч, однозначно стоит. Угловая отвертка. Инструмент, у которого можно зафиксировать угловое положение рукояти. Делается это с помощью зажатия кнопки на корпусе. Всего таких три положения в одну и другую сторону. У отвертки удобная, сравнительно большая рукоять. С одной стороны, это увеличивает усилие зажима. Но с другой, скобы, держатели, ручки пластиковые. Поэтому ни о каких сверхусилиях не может быть и речи. Присутствуют привычные фиксаторы направления влево или вправо. Также можно их отключить, оставив переключатель посредине. В комплекте барабан с битами, в котором есть самые распространенные виды граней. И еще есть удлинитель. Однако переходник мне не понравился. Точнее не понравилось то, как он сидит в битодержателе. Все ходит туда-сюда, это не камильфо, не пойдет. Кстати, в рукояти есть еще отдел, под закрученным колпачком. Мелочь, но может кому пригодится. Туда можно поместить несколько бит. А отвертка, как и предполагалось, оказалась удобной в работе. Особенно иногда помогает угловое положение ручки. Но с усилиями я не буду повторяться. Для доводки или срыва болтов это не тот вариант. Хотел рассказать сегодня и о генераторе водородной воды. Вот такое стрёмное название. Тем не менее, вопрос и сама чаша неоднозначны. Решил попробовать собрать все необходимые измерительные приборы для нормального теста. Будут инструменты, будет и адекватный обзор, без пустого трёпа. Ну а на сегодня у меня всё. Готовлю следующую партию посылок для распаковки и обзора. Их еще очень много. Всем удачи и добра. Услышимся.